у нас осталось скрыть под фотографии название это у нас скрывается значит смотрите пункты меню пункт меню заходим в контакты заходим вкладка у вас будет вот так наверно заходим контактная информация и категория здесь выбираем скрыть сохранить идем на сайт обновляемся и у нас скрывается внизу название все лишнее мы сейчас убрали теперь под фотографии я вывел имя да в нашем случае у нас вот здесь выводится имя нам нужно сделать заголовок карточки то есть смотрите здесь же находясь контактной информации где мы только что скрыли категорию немножко мы будем по мере изучения этого компонента так как я пытаюсь сначала отобразить вот так вот дэма чтобы вы тоже могли быстро это сделать я буду сразу показывать где это настраивается то есть не проходя какие-то другие настройки которые располагались перед ними и так смотрите на этой же странице чуть ниже вот показать имя и здесь есть варианты у нас по умолчанию значит нет как поле или как заголовок карточки если выбираем сохраняемся если конечно вам такой вариант нравится есть уже чисто как вам нравится вот видите обновляю страницу и имя у меня под фотографии инициалы так следующее что я предлагаю сделать у нас во вкладке форма где человек может заполнить данные да и отправить нажав на кнопку отправить сообщение то есть это контакт отправится администратору сайта да ну какой-то вопрос вам возможно еще что-то в общем контакты администратора попробуем реализовать также соответственно здесь есть прямо с этой страницы ссылка с иконкой отправить сообщение соответственно если я по ней клика у меня перебрасывает сюда здесь так устроено что здесь можно назначить место для того или иного какого-то элемента то есть вот этот форма скажем вот эта форма обратной связи элемент на назначенном именно вкладку да давайте так реализуем как это делается сейчас вы узнаете соответственно это сама формат эти поля это стандартные поля самого контакта джумла здесь она интегрируется как я уже ранее говорил с этим компонентом то есть смотрите раз уж я сейчас начал настраивать все в менеджер меню давайте уже тогда здесь и настраивать именно для этого контакта раз уж здесь у нас все корректно работает смотрите переходим на вкладку макет здесь есть такое понятие как место видите место 0 место 1 заодно сейчас на примере поймете что это такое например если мы делаем по аналогии точно так же как вот здесь на моем демо примере то место 0 здесь смотрите по клику неиспадающий список можно выбрать что вы хотите отображать в место 0 здесь я выбираю контактные данные нажимаю сохранить если мы сейчас с вами обновим страницу то ничего не мы не видим мы назначили место 0 она это и есть вот для этих вот контактных данных соответственно если хотим отобразить форму место 1 чуть ниже да здесь мы выбираем форма нажимаю сохранить это та самая форма родная форма от джума обновляемся вот тут же появилась вы видите вкладка форма если я кликаю здесь обычная форма джума появляется и она работает главное прописать правильный email то есть если кто не знает и вам вы будете тестировать свой сайт свою форму к вам не будет доходить письма это для совсем новичков да то вы знаете то есть обычная почта не подойдет нам нужно указать почту по крайней мере в глобальных настройках джума почта так сказать администратора да то есть необычная почта mail.ru или яндекс точку ру собака яндекс gmail.com от google почта здесь нужна корпоративная почта или бизнес почта или почта от хостинга то есть простыми словами почта привязаны к домену это связано с политикой мэйловых компаний то есть скажем до 2009 года это все работало мы можем могли указать любой свой электронный ящик и к нам письма с сайта доходили от наших например клиентов или от наших зрителей или от наших посетителей нашего сайта но сейчас реалии таковы что на обычную почту которая привязана к сайту обычная до которой я только что озвучил к вам письма просто не дойдут здесь не чувствами сделаешь либо идем бизнес почту от mail создаем бесплатную почту либо простой вариант это создать на вашем хостинге почту она у вас будет уже привязана к домену на такую почту письма будут приходить итак я немного отвлекся но здесь есть важный момент мне нужно было обязательно сказать о почте теперь давайте попробуем посмотреть как я реализовал именно ссылки вообще выходящие сюда как это я сделал да это будет многим интересно привязал здесь и гоночки соответствующие назначил им цвет и так далее то есть это ссылка кстати ее можно сделать не обязательно переходящий на форму здесь есть и другие варианты переходим с вами контактная информация здесь смотрим поля смотрите видим имя стоит иконка users и чуть ниже поле здесь много полей где мы можем разместить различные ссылки смотрите вот в этом поле вы выбираете email дальше префикс поле что показывает перед полем по умолчанию ничего метка иконка я выбираю иконка а дальше иконку здесь вы можете выбрать кликнув вот по этой галочке до любую иконку здесь обратите внимание здесь есть ползуночек достаточно большой ряд иконок вот иконка соответствует почтовому ящику да например открытое письмо дальше показывать ли подсказку да нет по умолчанию тут как бы я не ставлю и доступ если вы хотите какие-то контакты скрыть для обычных пользователей сайта если только для зарегистрированных чтобы это могли видеть они да выбирайте регистр я принципе оставляю по умолчанию на этом уровне я нажимаю сохранить давайте вообще проверим будет ли отображаться данная здесь я обновляю страницу вы видите у нас все работает и здесь есть несколько вариантов смотрите изначально у нас она по сути не готова да человек видит почту но гораздо удобнее будет если по ней можно было кликнуть и открылся бы messenger через который человек может отправить сообщение или ее можно сделать таким образом кликнув да и открывается сразу форма здесь на ваше усмотрение то есть как вот здесь у меня сделано у меня десь место почта отправит сообщение и по клику открывается сразу вкладка с формой где человек может оставить какое-то сообщение прокручиваем в самый самый низ данные вкладку то есть вот мы находили с вами на контактной информации до самый низ прокручиваем здесь самым сам внизу мл как ссылка стоит по умолчанию смотрите если браем mail то сохраняемся посмотрим что это дает обновляю страницу теперь у меня почта является ссылкой если я клику открывается почтовый аккаунт google до сразу же подставляется email сразу кому отправить сообщение я пишу тему пишу сообщение нажимаю отправить все сообщение отправится мне и второй вариант соответственно который мне нравится больше возвращаемся опять в самый низ я выбираю 10 вместо mail то выбираем форма на странице просто выбираем нажимаем сохранить идем на сайт обновляю страницу вы видите здесь после обновления меняется мл на ссылку отправить сообщение по клику открывается вкладка с формой с этим мы с вами разобрались давайте еще для закрепления информации проделаем остальные моменты то есть смотрите следующее что я хотел отобразить это сайт например у вас есть еще один сайт или какая-то любая другая ссылка и соответственно иконка соответствующая земной шарик соответственно есть еще и подсказочка вот смотрите навожу видите официальный сайт то есть можно делать вот такого рода еще подсказочки при наведении находясь здесь же контактная информация то есть сразу под емэйлом если вы хотите конечно в таком же порядке расположить ссылки следующее поле вот у нас мл следующее поле мы здесь выбираем видите есть список мы убираем сайт далее префикс поле это будет иконка метка всплывающая то есть подсказочка официальный сайт у меня там будет текст вы можете все что угодно написать соответственно иконка соответствующую иконку можете выбрать я поищу земной шарик ну это мне кажется максимально приближенная к ссылке так вот он нашел далее показывать подсказку я выбираю да сохранить давайте проверим все ли у нас с вами работает показывается ссылочка да и подсказочка официальный сайт у нас иконки пока одного размера по умолчанию одного цвета если мы посмотрим на демо пример здесь немножко ситуация иная давайте проставим поле телефона соответственно для закрепления информации это я решил еще ниже да то есть сразу под полем сайт здесь я выбираю мобильный также показывать иконку показывать метку или нет как хотите здесь выбираю я трубку нажимаю сохранить иду на сайт обновляюсь и у меня телефон также показывается дальше я думаю вы эти поля заполнить уже без меня где у вас возможно может возникнуть проблема это при добавлении сторонних ссылок да вот youtube здесь есть как я это здесь реализовал то есть получается если вы создаете еще одно поле вот после мобильного смотрите что у нас тут имеется ввиду да есть разные варианты но чтоб типа прям ссылка здесь нет здесь только есть вот ниже ссылка а а куда ссылку а разместить смотрите вы здесь выбираете ссылка а здесь иконка как обычно да например youtube ну я возьму сейчас просто какую-нибудь иконочку не знаю и тут вроде есть вот иконка player youtube а вот смотрите что сделаем дальше если мы сейчас на этом уровне здесь нажмем сохранится я пойду обновляю страницу я ничего не увижу потому что ссылки а ничего нет ссылка а и другие ссылки заполняется вот где смотрите компоненты родные контакты переходим сам контакт переходим на вкладку настройки отображения и вот здесь вот есть разные поля для ввода ссылок видите название ссылки а я здесь представляю ссылку любую ссылку в данном случае ссылка youtube нажимаю сохранить обновляюсь на сайте и на и соответственно на сайте ничего не увидел потому что я здесь поторопился и я за это извиняюсь я написал ссылку видите в названии ссылки а здесь ничего не пишем а вот ниже url ссылки а вот сюда нужно вставлять ссылку еще раз сохраняюсь иду на сайт обновляюсь и теперь спокойненько красуется ссылочка любая ваша ссылка здесь в вашем профиль в данном случае youtube и в новом окне youtube у меня ссылка открывается далее цвет иконкам где меняется и как я выхожу из контактов возвращаюсь меню захожу контакты это у нас вкладка шаблонизатор переходим пока не рассматриваем самого верха сразу идем к ссылкам так вы лучше заполните что где находится карточку пропускаем здесь вот карточка написано мелким шрифтом и вот ниже поле вот это вот поле вот здесь видите цвет шрифта иконок прям по-русски написано если кликаем по цвету видите не можем ничего выбрать здесь надо нажать по умолчанию а теперь кликом по цвету так цвет появляется и берем любой цвет ну давайте я здесь вам возьму синий проверим сохранимся пойду на сайт обновлюсь иконки все синие отлично теперь если обратим внимание сюда здесь иконочки большего размера возвращаемся в настройки размер шрифта иконок и здесь будьте внимательны здесь не пиксели достаточно просто поставить двоечку сохранится обновляюсь и размер значительно стал больше просто поставите 10 они будут просто огромные то есть сначала я не обратил внимание подумал здесь пиксели не обратил внимание поставил десятку и иконки стали просто огромного размера я не знаю почему здесь не пиксели почему здесь это так устроено но в общем поставил двоечку да и они стали чуть крупнее сразу же мы можем с вами обсудить настройки заднего фона видите сзади у меня такая симпатичная подложка то есть за за изображением за ссылками просто это находится прямо здесь на этой вкладке поэтому и рассмотрим сразу чуть выше поднимаемся видите карточка и первое фоновое изображение но я предлагаю сначала показать вам цвет то есть смотрите первый вид тут цвет фона цвет фона 2 если я кликаю по цвету выбираю например зеленый сохранить иду на сайт обновляюсь и вся карточка контактная до становится зеленым цветом естественно мое изображение на белом фоне поэтому это картинка если png залить картинку то вы можете сделать так чтобы ваше изображение было полностью на например зеленом фоне соответственно зачем второй цвет а сейчас я вам покажу зачем выбираем красный сохраняемся иду на сайт обновляю страницу и это градиент то есть да здесь можно разместить градиентный фон если вам это не нравится я здесь ставлю по умолчанию и хочу загрузить картинку выбираю картинку и возьму какую я не знаю подойдет ли обычные баннеры здесь есть какие-то вот например стандартные картинки которые в джума вместе находится на возьму например вот эту вставить вы можете загрузить свое изображение сохраняюсь на сайте конечно же здесь нужно подбирать картинки так как здесь сразу пропадать ссылки их не видно здесь нужно подготовить изображение заранее чтобы картинку удалить вы вы кликайте вот здесь вот по крестику также можно использовать и шрифт вот здесь вот да либо кликнуть на буковку г посмотреть какие есть google фон шрифты и внизу идет подсказка как использовать google шрифт